Да, здравствуйте. Мне ужасный голос звонит и говорит, что мне нужно срочно связаться с вами. По поводу моего... Кстати, как вас зовут? Я Сергеевич. Вам нужно срочно свой долг погасить перед компанией Кридит 9.1. Вот, я прям так сильно боюсь. Такой страшный голос, и он каждый день мне звонит. Что мне нужно сделать? Вместе оплату. Сколько? Сколько нужно? Но вы должны знать, какой у вас долг. Ну, вот я на данный момент не знаю, потому что вроде я как его не оплачивал, там ваши какие-то проценты, там еще что-то. Я хочу знать, какую сумму мне надо погасить, чтобы вот этот страшный дядя мне больше не звонил, а то я боюсь. 30 тысяч рублей выбрали? Ага. Один платеж у вас был? Да, 2 тысячи там 900 с чем-то там. Ага. Закрыть займ полностью 40 тысяч 610 рублей. Ух ты. Чтобы продлить 35 тысяч 170 рублей. 40 тысяч? Так я же брал 30. И что? Как это и что? И что вы думаете, брали когда? В августе брали? Вы же брали под проценты, вы как думаете? Так, да, под проценты брал. И что? Ну, 10 тысяч, вам не кажется, что это много? Я взял всего 30. Ну, почему? Мне кажется, что это мало. Я думаю, что компания будет от вас отказываться, а мы, в свою очередь, штрафы вам насчитаем. Какие штрафы? За каждый день просыпочки вы на себя обязательства взяли, которые должны исполнять. А вы ведете себя сейчас как клоун. Я веду себя как клоун. Как клоун, да. Девушка, а почему вы меня оскорбляете? Я не отказываюсь от оплаты. Я готов гасить свои платежи в тот момент, когда у меня будут денежки. У меня другая информация. То, что вы отказываетесь от оплаты в установленные сроки. Никто не будет ждать, когда у вас будут деньги. Ага. Почему никто не будет ждать? Денеги, значит, имущество будет все расправиться. Какие имущества? Какие имущества? Нет, подождите, девушка, а кто ваша компания такая, чтобы вот так вот людей ставить в такие рамки? Вы думаете, вы там, что ли, самые умные? Ну, вот смотрите, я взял в августе 30 тысяч. Сейчас вы с меня трясете еще 10 сверху. Звонит ваша сотрудница и говорит о том, что мне приедут, руки-ноги сломают. Вы думаете, это нормально? Это очень, я считаю, что это очень мало. Но это ваше личное мнение. Это ваше личное. Я к тому, что компания, если от вас откажется, продаст долг, то есть если будет сессия, мы считаем, наш коллекторский агент, вам штрафные станции, потому что вы себя ведете дерзко. Вы не исполняете свои обязательства. Я веду себя дерзко. Вы ставите бешеные проценты, которые нарушают законодательство Российской Федерации. Вы говорите о том, что я... Вы право на давительность? Господи, я... Что значит нарушение? Что значит на бешеные проценты? Почему, когда деньги правят, вас не пугали эти бешеные проценты? А почему вы выдаете на таких кабальных условиях вот эти деньги? Что вы берете? Во-первых, мы не выдаем, мы коллекторская агентство. Ну да, вы выкупаете это все там за 15%. Вот старый, 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 он пистолет вывел. А? Вас туда кто-то подругом пистолет вывел? Нет, девушка, но вы понимаете, что вы как раз таки, вы грабите население. Вы грабите гражданинов Российской Федерации. И причем вы... Ты там себя уже ограбил, ты слышишь себя? Вот почему вы со мной... В своем уме вообще нет? Вы сотрудник или кто? Почему вы со мной разговариваете на «ты»? А как с тобой разговаривать? Нормально, как сотрудник. Как нормальный, адекватный сотрудник, девушка. Почему вы ведете себя как... Я не предельно, корректно с тобой разговариваю. Ты, ты, ты... А ты почему звонишь сюда? Я хочу уточнить, сколько денежек мне надо погасить и на каком условии. На каком условии я буду гасить эти денежки. Почему вы не хотите идти в суд? Причем здесь условие? Так идите в суд, подавайте, я оплачу абсолютно все... А ты что будешь... Ты знаешь, что по суду у тебя будет... Сотку умножай на пять, 40 тысяч на пять. Кто это сказал? Пять дел за им буду у тебя. С чего вы это взяли? Законы подпитая микрофинансовая организация. Угу. Которые действуют вопреки законодательству Российской Федерации. И суд вас поддержит, да? Ты для чего звонишь, да? Ты для чего звонишь? Опять вы начинаете ты, ты, ты. Я буду тыкать, потому что ты мошенник. Я не понимаю, ты взял... Это я мошенник? Ты в благотворительной организации взял... На каком основании вы меня сейчас обвиняете? Какого? Кабального? Кабального договора? Чего ты что, кабала? Потому что ты дурак, ты меня слышишь? Ох, ну давай на личности уже перейдем, блядь. Нет, я потому что... Да нет, ну слушай, ты мне уже тыкаешь, блядь. Я пытаюсь с тобой нормально разговаривать. Ты мне все тыкаешь. Давай тогда на ты уже поговорим. Нет, нет, я тебе буду тыкать. Я на этом договор завершаюсь. С тобой уже будет работать выездная группа. Какая выездная группа? Она... Эй, алло. Правдорубцы, которые защищают коллекторов и обвиняют людей, которые не могут в силу тех либо иных причин отдать долг. Эти идиоты, которые кричат, что люди виноваты сами в том, что ввязались вот в эту вот авантюру, да, не надо было брать, надо было читать. Вы хотя бы понимаете, в какую сторону вы гадите? В сторону таких же людей, как вы. Земля круглая, она всегда повернется тем местом, когда и вам не поздоровится. И кто-то из вас, может быть, сейчас кричит по молодости лет, что никогда не обратиться и так далее и тому подобное. Обратитесь в нашей стране, обязательно обратитесь и обязательно сунетесь, вступите вот в это дерьмо и окажетесь на месте тех людей, которые сейчас пытаются бороться с этим беспределом. Огромный респект автору, спасибо автору за этот ролик. Выкладываем его. Четкая, скрыта личина этой марзоты, вот этого вот коллекторского агентства и ему подобных, да, того, что ты взял, а будешь отдавать нам, и мы еще штрафы насчитаем. Кто ты такая, чтобы так хотя бы даже предполагать штрафы, она насчитает. Есть компания, которая дала деньги, только перед ней заемщик несет ответственность в законном формате. О каком она законодательстве там твердит, которое позволит им, коллекторам, отщепенцам, вообще посредникам накрутить в четыре раза законную сумму, умножить, как вам сказала, в четыре или в пять раз, сейчас не помню, умножить эту сумму. Автору сразу говорю, плевать такой насыщенной слюной в сторону этого заема, в сторону этих вот кредиторов, в сторону этих коллекторов, не обращать внимания и жить спокойной жизнью. Ничего к вам не применят, ничего они не смогут сделать. Максимум, что это может быть, это суд. Для тех, друзья, кто не понимает, как выпутаться из этой ситуации, в описании видео есть сайт наш, где мы рассказываем четко, как устроена работа кредитных юристов. Послушайте, и вы многое поймете. Во-первых, поймете, почему я сейчас говорю эти слова. Ну и во-вторых, может быть, многие из вас просто успокоятся, да, потому что одно дело просто слышать, как говорится, а другое дело сообразить, разобраться в ситуации. Также там есть ссылка на нашу группу ВКонтакте. Ну и близится число, когда мы проведем наш бесплатный вебинар, на котором просто откроем все секреты, которые так тщательно скрывают вот эти вот микрофинансовые организации, коллекторы, эти беспомощные, да, ребята, они беспомощные. Максимум, что они могут, это вот так вот через зубы с вами разговаривать. Больше ничего. Ну, приходите на вебинар, ссылка тоже в описании видео, будем всем рады. Имейте в виду, места, вход бесплатный, но места ограниченных. На связи был Дмитрий Кузнецов, Академия юридической грамотности, Центр юридической защиты, компания Алян. Счастья, здоровья вам и финансового благополучия. До свидания.